Сегодня выяснится, и это очень хорошо. Вот сегодня я перечислил все термины, которые нам будут нужны. И дойдем до максимальной. Ох, что-то я не написал минимальной. Межень, межень. Вот, минимальная еще. В общем, к чему? Сегодня две части, если успеем. Две. Первая часть, это мы добиваем термины. И среди них появляется, кроме того, что есть какие-то общие характеристики, такие как объем, расход, слой, коэффициент стока. Теперь у нас появляется понимание того, что есть еще и изменчивость. И поэтому помните, что последний вопрос был задан, что можно ли по модулю стока, мы уже теперь с вами знаем, что такое модуль стока. Такой вот расход, вот такой, отнесенный к единице площади. И он вот такой вот, как вот на предыдущей карте было, что он такой вот плавно изменяющийся, что на всей полу, на всей какой-то области он может быть примерно одинаковый. Вот. И теперь мы говорим, что все это срабатывает, вот эти вот термины, что мы действительно можем сосчитать по модулю стока расход, и это расход, который вот посредненный. А вот если какие-то другие характеристики, вот, например, сейчас вот мы перейдем к максимально-минимальным, вот выяснится, что максимально-минимальные оказывается напрямую сосчитать нельзя. Потому что они как-то вот еще по-другому. Там что-то еще приводит к тому, что вот есть еще максимумы, есть еще минимумы, есть экстремы, эти экстремы разные. Во, вот к чему мы сейчас перейдем, коллеги. Так, и теперь вот, опять же, про время, что до этого у нас время было просто как вот скаляр, ну скаляр не буду говорить, и время было у нас как вообще, было время вообще. И мы делили объем на время вообще, и получали расход вообще, какой-то расход средний. И там у нас не было никаких пульсаций ни в объеме, ну, во времени нет пульсаций, да, соответственно, не было никаких пульсаций в результирующем расходе. Там было это среднее, такое осредненное. Теперь вот мы выясняем, что теперь мы к времени будем относиться по-другому. Теперь мы будем говорить, что время это такая вот последовательность временных периодов. И вот наша характеристика, вот расход, расход, вот он во времени, оказывается, может быть разный. И по-разному разный, и сильно разный. И у нас там много разных конкретных значений. И там вот есть, вот мы должны перейти к понятию нормы. Как среднее в этом изменении. К понятию максимальных. И к понятию минимальных. Потому что мы потихонечку подбираемся к тому, что нужно проектировщику. Это вот то, что будет нужным. И поэтому вот, у нас есть разные средние, то есть можно говорить о среднем. И в среднем там по какому-то, это тоже хорошо. Среднее, оно вот среднее, оно нужное. А еще вот есть в этом среднем, еще есть разные изменчивости. И кстати, это будут разные изменчивости. Сейчас мы с вами говорим об изменчивости во времени. А потом еще у нас будет изменчивость по площади, по территории, по ширине, по глубине. То есть у нас будет еще много разных других изменчивостей, но это все впереди. Пока мы говорим вот об изменчивости во времени. Или какая-то другая изменчивость, да. То есть у нас есть какая-то общая характеристика. Там 72 удара в минуту, да. А потом оказывается, что это мало этого. Что оказывается, что просто кроме того, что есть какая-то вот одна характеристика, оказывается, и там еще есть пульсации. И в этих пульсациях, оказывается, есть много разных характеристик. Их очень много. И нам в гидрологии мы используем такие довольно простые. Вот сегодня мы до них обязательно доберемся скоро. Поэтому мы рассматривали на разных масштабах, на разных масштабах времени, размеров. И теперь рассмотрим на разных временных периодах. Поэтому, ну это я уже сказал. Поэтому вот это банальная формула, что расход равен площади водосбора умножить на модуль. Модуль что? Это вот есть расход с единицы площади. То есть модуль это расход с единицы площади. Умножим на площадь, получим расход. И вот она хорошо срабатывает для средних. Для таких вот осредненных. Или таких вот за продолжительный период, что на самом деле то же самое. Если мы осредним за продолжительный период, вот это и будет осредненный. И вот эта формула, она срабатывает. Она хорошо срабатывает, она срабатывает для средних. Это будет вообще одна из основных таких формул для расчета средних. А сегодня наша цель понять, что это не все, что есть в характеристиках расходов, что там еще есть, грубо говоря, максимально-минимально. Вот все, что нам надо будет сегодня понять. И вот на экстремальных, на максимальных-минимальных такая простая формула напрямую не срабатывает. Там нелинейные становятся связи между расходами и площадями. И, соответственно, получается, этот модуль, он становится уже не модуль. То есть, нужно еще дополнительные другие коэффициенты для того, чтобы выровнять вот эту связь между расходом и площадью водосбора. Ну, помните, площадь водосбора нас будет почти всегда вот в таких вот генетических формулах или просто корреляционных, то есть не статистических. Зря я так три слова таких сказал подряд, сложных, да? Поэтому все просто было до этого, но оказывается не так просто. Оказывается, рассмотрение прорывается время и изменения во времени. И эти изменения во времени разные. И тут появляется такой термин, как гидрологический режим. И вот нам надо... Мы не будем заниматься гидрологическим режимом. Мы будем заниматься режимом расходов воды. Чем отличается режим расходов воды от гидрологического режима? Гидрологический режим это изменение разных гидрологических характеристик. Гидрологический режим это изменчивость, под которой мы сейчас к изменчивости будем со всех сторон подходить. Так вот, гидрологический режим это режим разных характеристик. И уровни здесь, и ледовые, и русловые, и течения, и скорости. Вот это все многообразие разных гидрологических характеристик. Вот их изменчивость во времени и в пространстве называется гидрологическим режимом. Мы вот всеми составляющими заниматься не будем. Мы будем заниматься только составляющей, относящейся к расходам воды. И там будет много разных характеристик. Которые вот уже в характеристиках режимов расходов воды. Так. И теперь появляется такой термин гидрологов. С временем мы уже разобрались. Время, но может быть не совсем очевидно, что у нас вот всегда это будет слева направо. То есть ось абсцисс, или то, что у нас ось иксов, иногда называется, да. Вот подписано время. Время может быть в секундах, в часах, в сутках, в годах. Может быть даже там в тысячелетиях. Вот. Слева направо у нас теперь всегда движется. Движется время. Мы его изображаем слева направо. А справа, вот вертикальная ось, ось ординат, ось игреков, это будет вот что-то такая, какая-то характеристика. И в связи с тем, что мы занимаемся расходами воды, то это будут расходы воды. Ну не обязательно расходы, это могут быть и уровни, это могут быть еще что-нибудь такое. Там может быть... Ну вот гидрографом называется вот изменение расходов воды. И изменения за разные периоды. Например, вот здесь что? Здесь мы понятно, что если 1, здесь 365, значит это год. 365 суток это год. И вот за год мы видим, что это первый месяц, второй, третий, четвертый. И мы видим, что расходы, отложенные по вертикали, они вот разные значения, да. То есть сначала какие-то маленькие, потом какие-то большие, потом опять какие-то маленькие, поменьше, да. И потом еще есть всякие дополнительные здесь вот пики изменчивости. Вот это называется гидрограф. Это изображение такое вот на графике изменчивости расходов воды во времени. И вот здесь получается, что среднее как бы есть среднее, да. Вот, кроме того, у нас, вы помните, да, что термины, они такие вот многозначные. И поэтому это этот гидрограф, который вот мы сейчас с вами показали, как ход изменчивости расходов воды во времени, не имеет отношения к термину гидрография. Ну, по этимологии, скажем, то есть по происхождению, по составу, эти слова похожи. Гидро, графо. Здесь у нас гидро, это вода. О, вот у нас вода изменяется. Графо, это изображение. Мы изображаем воду. Изображаем воду в таком виде. На графике изменчивости во времени. А здесь тоже вода, гидро. Тоже графо. Пишу. То есть здесь тоже нарисована вода. Но здесь вода нарисована по-другому. Это изображение воды на карте. И еще гидрография, это еще и гидрографическая служба, которая измеряет глубины. И не только глубины, там всякие еще течения измеряют. Еще чего-то там, солености измеряют. Тоже это гидрографы. Поэтому у нас гидрограф, вот известный полярный исследователь гидрограф. Это вот мы про другой будем говорить гидрограф. Вот не про эти вот гидрографы, а про другие гидрографы, которые... То есть мы по гидрографам будем понимать график. Поэтому если вы с каким-нибудь океанологом будете говорить о гидрографах, он сначала будет криво усмехаться и говорить, что это такое. Гидрография это вот. Там судно, которое плавает. Или карта, на которой изображено. Вот. Поэтому мы с вами особым гидрографом занимаемся с вами. Вот. Теперь. Там было у нас, помните, в течение года что-то изменялось. А теперь, смотрите, это вот тоже не подписано. Вот. Ось. Абстыз. Слева направо. Вот. И здесь подписаны годы. Год 1, 2, 3, 4. И видите, это уже не за 1 год гидрограф. А гидрограф за много лет. За 1 год, за 2, за 3. И у нас тоже такая вот изменчивость. Изменчивость, что у нас в каждом году мы видим какой-то пик. Большой или маленький. Какие-то причины были к тому, чтобы это все у нас впереди. Мы все это потихонечку с вами разберем. Там у нас будут проверки всякие на однородность.